привет привет сегодня мы с вами очень хотелось бы сейчас римочка присоединиться она пока в пути и мы бы хотели очень много вопросов по detox марафона и нам очень бы хотелось ответить чтобы максимально знали что и как там будет происходить что вы получите от этого привет ребят и еще хочу напомнить что сегодняшнего дня у нас начался о римочка присоединяйся делай запрос что сегодняшнего дня у нас начался марафон в закрытом клубе на две с половиной недели он будет такой длительный мы там будем рассказывать я там буду рассказывать и ребята мне будут помогать все участники клуба делиться своими какими-то наработками своими навыками и там будем говорить о травках очистка о каких-то психологических моментах римочка пиши мне отправить запрос на принятие тебя в клуб но в этот вы в эфир в клуб все уже вот и сегодня мы поговорили о травках какие травки купить и завтра у нас два эфира будет так у меня почему-то любом не что-то с интернетом у нас завтра цветочка привет 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 найдешь как ты ты же зашла с нами я не могу всех отследить не иногда быстро строчка идет иногда зависает не вижу кто присоединяется кто нет на марафоне блат или нет не знаю завтра у нас будет два эфира у нас будет в час тема камни в почках камни в печени и слабые почки вот сделаем акцент на это в первой половине дня в час а второй эфир у нас будет в девятнадцать тридцать в клубе и там ребята хотят озвучить тему пьющие родители пьющий муж пьющие дети вот поэтому если кому-то интересно вы можете присоединиться у нас все равно все в записи есть если кто-то не может присутствовать физически на прямых эфирах то в любом случае ребят можно будет посмотреть их в записи задать свои вопросы которые интересуют задать свои вопросы которые интересуют я на них отвечу даже если вы не можете быть прямом эфире то вы можете потом посмотреть и получить ответы на свои вопросы вот так вот только единственный ребят очень много запросов в закрытый клуб запросов очень много я пишу что я скоро включу все окей римочка мы тебя ждем я пишу в директ что нужно сделать чтобы подключиться потому что там нужно будет произвести оплату скрин оплаты скинуть в директ клуба и сделать запрос на подписку и когда у меня сын видит он у меня помогает мне с директа сын видит этот скрин по оплате и он тогда сразу же автоматически подключает если он не видит скрин он подключить не может поэтому а если вы просто делаете запрос на подключение то он вас не подключает потому что ну он не видит оплаты вот скрин нужно обязательно туда скидывать в директ клуба мы все это видим мы достаем все всю информацию которая есть в директе которая есть в запросах которая есть как они называются сейчас вам скажу есть запросы а есть скрытые запросы мы и в запросах и в скрытых запросах мы всю эту информацию всегда проверяем поэтому если что пишите ответим если вы просто постала послали запрос и не читаете что мы вам ответили нет ничего не делать это вы просто в запросах и не можете увидеть эту информацию информации стараемся дать максимум абсолютно всякой так ждем рима я сейчас попробую что такое я сейчас просто вышла в еще если будут какие-то вопросы на youtube канале то тоже то тоже я уже их вижу могу отвечать на на вопросы ребят если есть какие-то вопросы то задавайте и еще хотела бы вам сказать по оплате по оплате марафона детокс марафона смотрите если вы переводите со сбера на то мне видно от кого пришло кто плательщик на какую карту какое время какая сумма это я все вижу если вы отправляете со сторонних банков с любых сторонних банков то часто бывает такая информация что просто мне приходит смс что вам с такого-то код банка даже не банк бывает а код банка с такого-то кода пришла какая-то сумма от кого когда то есть время тоже не совпадает потому что зачисление на счет и когда перед перечисляли денежные средства она абсолютно разное поэтому когда мы начинаем спрашивать у меня ребята сегодня столкнулись такой ситуации что не могли выяснить платеж то есть один человек говорит это я отправил а у меня нет отправителя вообще в принципе и отправляли несколько человек и нам нужно естественно чтобы не было такого казуса что через несколько часов или через несколько дней человек скажет ой так я же там отправил забыл просто отписаться такой весь был в бегах не смог отписаться вот я тогда отправил а мы уже записали это на другой счет потому что может быть вы и тоже отправили никто не говорит что вы обманываете но очень часто бывает что транзакции возвращаются по каким-либо причинам и мы от вас как бы приняли эту оплату зафиксировали ее от вас то что вам вернулась эта транзакция вы может быть даже ее и не отследили мы же не знаем какие у вас приходы расходы вы может быть ее не отследили что транзакция вернулась а тот человек который говорит что оплатил мы его даже идентифицировать не можем а не было транзакции то есть мы уже все там сконнектили то что было да и как бы ваши транзакции уже нет и вот этот вот и чтобы вот не было вот этих вот таких вот нюансов поэтому ребята которые проверяют вот этот они сидят вот как бы это тошно дотошно это не для меня это для вас чтобы мы точно понимали что вы в этом вопросе максимально защищены то есть чтобы вы в этом вопросе мы максимально разобрались там где-то максимально возможно разобраться поэтому не обижайтесь что так бывает что некогда что иногда спрашивают а когда вы были в банке а у нас вот нет информации а дайте еще информацию давайте будем запрашивать у нас нет фио а как вы отправили ну что бывает что из банка приходят вот просто вы вы нам отсылаете скрины из банка там вот такой вот квиток и в этом квитке написано только от кого и какая сумма куда на какой счет ее там нет ну вы может быть эту эту сумму самому себе отправили еще что-то ситуации бывают разные поэтому чтобы максимально вы были уверены что мы точно разберемся что мы не просто так что а пришла какая-то сумма совпадает и вы первые написали ладно будет ваша сумма чтобы четко знали что мы все равно все начинаем максимально приводить в тот порядок который не в котором они должны быть потому что ну это достаточно ответственный момент и это в любом случае сумма денежная сумма для кого-то она маленькая для кого-то большая для всех она разная но это та энергия как в которую вы вложили это та энергия которую вы готовы передать нам чтобы мы передали вам свои знания или для нас это очень важно для меня это очень важно и поэтому вот мы вот такие вот дотошки бываем что нам нужно обязательно все сконнектить что это точно что вот это вот вот это время вот это на какой счет а какие еще бумаги вам дали в банке покажите что мы понимали что это от вас этот счет, этот счет, потому что сегодня несколько таких счетов было по разным операциям, не обязательно там только по одной, по разным операциям бывает такое, что вот, ну, не всегда бывает, это только когда с одного банка на один банк, либо некоторые банки бывают, что они пишут от кого? от такого-то имя, отчество и буква фамилии с такого-то банка вот вам пришло и тогда мы уже можем, а когда нет вообще ничего, вот, тогда это очень сложно сделать и тогда уж терпите, мы терпим и вы терпите, вот хотим, чтобы было все, все хорошо, чтобы все было максимально понятно и, конечно же, хотим, чтобы вы уже четко знали, что если вы перевели, что они обязательно дойдут до нас и если они не дойдут, что не только с вашей стороны будет вам как бы но не дошли, ищите с нашей стороны это тоже будет потому что для нас это тоже важно вот поэтому сейчас ждем Римочку, чтобы рассказать вам о детокс-марафоне и еще, ребят, очень важный момент мне все чаще и чаще пишут то есть я же не отказываюсь от своего от своего не предложения даже, а заявления, да что за 40 дней можно перевести практически любого человека в автономию и мне начинают писать я вот в автономию готова я говорю, приходите на детокс-марафон они говорят, я не хочу на детокс я все это знаю, я все это проходила или проходила говорю, хорошо, приходите на глубокий ретрит это тоже не для меня, это тоже добрый вечер я тоже это все знаю это все не для меня я вот хочу только в автономию ребят вот этот я не знаю даже, как его назвать ретрит, марафон ну, в общем, вот этот вот переход просто будем говорить, да в автономию, который будет 40-дневный если я его сделаю если я увижу если я увижу, что люди готовы то я его сделаю но это нужно понимать это нужно, чтобы быть четко-четко абсолютно привет, Римочка, сейчас это говорю четко-четко понимать что вот этот вот если будет 40-дневный ретрит это, во-первых это должна быть гостиница которую мы полностью будем откупать отель, я не знаю там ретрит-центр какой-то йога-центр как хотите это примерно 90 тысяч рублей в день на откуп это первый момент второй момент там должен обязательно быть, присутствовать врач потому что 40 дней это не шутки 40 дней это достаточно такой ответственный момент и это достаточно такой внутренний должен быть момент подготовки там обязательно должен присутствовать врач врач на договорных отношениях это тоже я вам скажу на 40 дней на практически полтора месяца это не совсем дешевое удовольствие которого мы тоже я тоже должна буду пригласить это обязательное условие и это должен быть человек который будет заниматься еще и физикой вот физика как вот сейчас вот мы с с Римой будем проводить то есть я больше психика она больше физика это обязательно тоже должен быть этот человек потому что нужно будет разгонять лимфу и вы представляете какие это должны быть во-первых мне нужно понимать с кем я буду работать а во-вторых вы должны четко понимать какие это будут затраты поэтому когда я вам говорю приезжайте на детокс-марафон и приезжайте на ретрит я вам говорю не для того чтобы максимально много срубить бабла я вам говорю для того чтобы максимально познакомиться и понять действительно ли вы готовы действительно ли я готова действительно ли мы готовы сформировать вот это вот офигенское поле чтобы быть в нём 40 дней. Ребят, 40 дней. Это не маленький промежуток. Это, блин, ну... Это достаточно длительное время. Римочка, привет! Салют всем, мои хорошие. Я тут тебя отрегулировала, даже эффектиками поигралась. Всем привет из Москвы. Рада тебя видеть, слышать. И всех, кто здесь, тоже приветствую. Да, Света, я с тобой полностью согласна. Мы уже говорили об этом. Полностью удерживаю, потому что это очень важно, чтобы каждый из нас нес ответственность за себя. И, соответственно, мы тоже берём на себя большую ответственность. И я думаю, что если каждый на 100% будет выполнять и нести ответственность, то у нас всё сложится. Потому что все мы хотим лучшего, лучшего, но хотим, чтобы всё это было и безопасно, и в то же время быстро. Так вот, скажем, как можно быстрее. Привет! Правда, ничего не будет. Тут одни буковки у нас, ну, как бы линии. Но сейчас попробую. А у нас, когда в записи... У нас, во-первых, он есть на... На Ютубе у нас идёт без буковок. Там нас хорошо видно. И когда он будет в записи, тоже... Но я сейчас комментарии отключить не могу, потому что мы должны будем на них отвечать. Это очень важно. Я хочу вам показать красоту. Вот мы в таком фронт-клазе-отеле. Здесь так красиво, всё по-новогоднему. Если это чуть-чуть видно, ребяточки, то хорошо. Очень классно, очень клёво, да. Солшебно, да. Так что, вот, всем новогоднего такого настроения нашего январского, рождественского. Хорошо, Светочка, какие-то есть вопросы? Может быть, ребята, либо заранее отправили они уже. Так, ну, вопросы, во-первых... Вопрос первый. Из того, что присылали. Во-первых, спрашивают, чем отличается детокс-марафон от ретрита? Ну, давайте я начну, а Рима тогда, если что, продолжит. То есть детокс-марафон от ретрита отличается чем? То есть детокс – это облегчённое питание, когда мы с вами очень экологично начинаем прорабатывать нашу психику, когда мы с вами начинаем знакомиться, когда мы начинаем знакомиться со своим телом, со своими хотелками, со своей головой, с самим собой. И это очень важный этап, и когда некоторые люди думают, что они уже всё знают, они это всё перепрыгнули, но не могут выйти на определённый круг своего жизненного пути. Это говорит о том, что, видимо, что-то вы не учли. И чаще всего бывает так, что не нужно головой биться вот туда, вот куда вы идёте. Вот я уже это всё прошёл, и всё равно пойду дальше. В некоторых случаях, наверное, проще сделать вот этот вот откат, откатиться назад и по-новому, возможно, через других людей взглянуть на себя другими глазами, иными глазами. И тогда вы увидите те моменты, которых вы изначально не видели, потому что вы были тогда, в тот момент, в другом состоянии своей души. А сейчас, пройдя вот этот вот путь, достаточно, может быть, для кого-то длительный, достаточно глубокий, глубинный. И когда вам кажется, что я уже вот это всё познал, когда вы возвращаетесь туда, откуда вы начинали, вы на себя смотрите абсолютно другими глазами, вы настолько уже раскрыты, вы настолько можете почувствовать и прочувствовать то, о чём мы сейчас будем говорить, вот эти вот простые абсолютно слова, что вы поймёте, где у вас вот эти вот остались зацепочки. И это очень важно. А именно ретрит — это уже такое глубокое. После того, когда вы уже узнали себя, когда вы уже познали своё тело, когда вы понимаете, как с ним работать, тогда мы вас начинаем возвращать во внутриутробное состояние. мы начинаем вас возвращать полностью в точку вашей сборки, в точку вашего отчёта на этом жизненном пути, в этой жизненной плотности, в которой вы находитесь. Это уже абсолютно другие эмоции, это абсолютно другие восприятия, это абсолютно другие ваши решения, которые вы пересматриваете на 100%. Это ваша новая жизнь. И она, конечно же, проходит по-иному, по-другому. Возможно, после этого вам уже не нужен будет никакой 40-дневный марафон, вы уже поймёте, что вы хотите. Хотите ли вы этого, не хотите. Именно поэтому я говорю вам, что вы должны чётко понимать, что хотите вы этого. Когда, если вы уже понимаете, что да, я хочу, то у вас уже тогда, если после ретрита вы понимаете, чего вы хотите, у вас не будет абсолютно никаких преград, поверьте мне, потому что, когда мы знаем, какие желания наши, наши желания реализуются и материализуются, как хотите это называть, это вот просто на щелчок, на раз-два. Не потому что мы становимся вот такими вот всеми крутыми и деловыми, а потому что мы начинаем исполнять то, что наше. Вот почему вам всегда так очень легко ходить в туалет, потому что вы понимаете, что это истина вашей желания. И вам не кто-то сказал, иди в туалет, и ты такой стоишь и говоришь, да как бы я только что оттуда, мне не хочется. Тебе говорят, иди, надо, время, всё, потом закроется, по-другому никак. Но вы чётко знаете, что хочет ваше тело, вы чётко понимаете, что вам нужно. И вы всегда идёте тогда, когда вам нужно. И у вас всё замечательно получается. Это как бы немножко грубый пример, но это вот, наверное, самый простой. Житейский и, как говорится, даже принцессы это делают. Да. Это точно. Да, и поэтому, конечно же, когда вы уже понимаете, что нужно именно для вас, не потому что это сказали, что так хорошо, не потому что это нужно для ваших очень близких, родных и любимых, а потому что это действительно нужно вам. Потому что если вы счастливы, если вы реализованы для самого себя, если вы цельные, если у вас все пазлы вот эти вот собраны, то с вами клёво, с вами хорошо, с вами хочется просто быть. И тогда, если для вас что-то, что-то хочется вам, каких-то эмоций, неважно, что это может быть. Это может быть просто встретиться с любимым человеком. Это может быть покататься на шикарной яхте. Абсолютно неважно. Желание, оно просто желание. А вот это вот всё наполнение, максимум, там, минимум, который вы там наполняете из чувства собственной реализации, оно ничтожно, оно отпадает. И поэтому становится абсолютно неважно. С огромным удовольствием вы хотите и можете сделать обнять своего ребёнка, который рядом, либо если вы хотите с огромным удовольствием и с огромной радостью покататься там, не знаю, там на шикарной яхте. Это одно и то же желание. Если оно ваше, чтобы получить вот тот спектр эмоций, который вам необходим, именно вот сейчас необходим, он у вас обязательно исполнится, потому что это ваше. А если вы хотите просто перед кем-то там устроить какие-то там пантушечки и сказать, ой, посмотри, там я вот это вот сделал, то это если и пройдёт, то с каким-нибудь, скорее всего, скрипом, либо это вам не доставить тех эмоций, на которые вы рассчитывали, или ещё что-то. Именно прийти к самому себе, вот это и называется, вот этот ретрит. Который будет в марте. И после этого ретрита вы уже чётко будете знать, нужен вам этот сорокадневный марафон, либо не нужен. Точно так же я и мы будем знать, нужно вам это или не нужно. Именно поэтому мы и говорим, что, ребят, всё пошагово, всё поэтапно. Это не надо всё скидывать на деньги, не надо вот это вот всё монетизировать, и говорят, вот они только вот этого хотят. Это наш естественный процесс. Когда вы приходите в кафе, и кто-то начинает заказывать много еды, вы же не говорите, вот он пришёл сюда пожрать. Вы пришли в кафе, там сфера такая, там атмосфера такая, там нужно что-то покушать, что-то выпить. Это кафе. Если вы придёте просто прогуляться и поговорить с человеком, вы, скорее всего, придёте в парк. Потому что там вот такая вот атмосфера. Вы не будете набирать, там, я не знаю, суши, роллы, шампанское, там вино, которое нужно открывать специальным штопором, декантер с собой под мышкой не потащите в парк, потому что оно не соответствует тому месту. Поэтому всё у нас настолько гармонично. И если мы это будем знать, если мы будем это чувствовать, то наша гармония будет во всём. Никогда не перегибайте палку. Если вы видите, что у вас чего-то не хватает, не надо это скидывать на других. Нужно посмотреть, а почему у тебя этого не хватает. Возьми, ведь могут предложить это кто-то другой с огромным удовольствием. Римочка, расскажи, пожалуйста, нам. Ты очень хорошо рассказываешь про детокс-марафон. Расскажи, потому что у тебя там будет очень много практик и очень много отзывов. И я знаю, я видела наши занятия, когда мы на этом всего лишь у нас был вот это 3 дня, которых нам не хватило. Но из этих 3 дней у нас настолько он был сжар, чтобы максимально много ребятам дать. И у нас было несколько часов как бы вот такое вот... Ну, как несколько часов? Вечер. Вечер мы отвели под гвозди. И то, вот они настолько были актуальны на тот момент, что мы на следующий день сделали ещё вечер гвоздей. Поэтому я бы хотела ещё, чтобы ты сказала, ну, Козья, это вообще, конечно, моя любовь. Я бы хотела, чтобы ты рассказала ещё про гвозди, потому что это очень важно, мне кажется, в любом мероприятии. Что это такое? Потому что многие не знают и даже меня спрашивают, а если у меня нет гвоздей? У нас есть? Хорошо, хорошо. Меня слышно, да? Да, хорошо. Красивые ушли, но тем не менее. Относительно детокса. Конечно же, Света, уже ты сказала, что детокс идёт именно... Сейчас покажу вам лист. Какие у нас листы тут подвески. Вы знаете, детокс на самом деле не только тело. Да, мы начинаем с тела. Я так начинала сама. Чистила кишечник сначала, лимфу и так далее, все системы чистила. Но самый главный детокс это действительно детокс нашей головы, друзья. Здесь без этого никак никуда. И от того, чем я, скажем, наполню какими себя установками новыми или наоборот подкорректирую какие-то свои старые, либо что-то оставлю даже, зависит уже и детокс моего тела. Потому что я хозяин своего тела. Я хозяйка своего тела. А не так, что тело почистило, всё остальное отдельно. Мы все имеем одновременно несколько уровней существования, друзья. И основные эти уровни существования я уже всегда озвучивала. Это тело, это наше дыхание также. Это наш ум, интеллект, память наша, эго же наша. И, конечно же, наше высшее я. Это душа наша. Это как раз истинный я. Куда мы доходим как раз-таки и хотим, чтобы вы дошли. Потому что именно оттуда я могу сделать себя новую, свою реальность, своё общество, своё пространство и так далее. Я про это. Если говорить о всяких практиках, которые буду делать я, ну, начнём мы с того, что у нас будет утро. И утром, конечно же, нужен детокс. Значит, сначала мы как раз поделаем, почистим лимфосистему. У нас будет зарядка, да, и гормональная гимнастика. Понимаете? И будем, конечно же, встряхивать, убирать все стрессы, все напряжения. Будут и динамические медитации по утрам, и обычные медитации, и в будни, в смысле, в днём и вечером. Вот. Поэтому будет очень насыщенно. У нас ещё хорошо зашли святую практики телесные, потому что у нас из моей практики йоги мы как-то так помедитировали и остались все. И мы немножко поделали, вроде бы как начали делать практики. И она так перешла час-то полтора, когда мы проделывали, кого мы проделывали, нашу нянечку, а Аллочку у нас. Да. И Аллочка отметила это в отзывах, потому что действительно та натотерапия, которую я обучаю, и мы можем это делать, научиться друг другу, себе. Но себе та нато не делается, а вот, конечно, кому-то, да. Но там же я даю ещё и самомассаж, у нас сейчас будет обязательно. очень много элементов того, как вы можете себе помочь, как и скорая помощь, и как другому человеку. Вот. То есть вещи, которые, скажем, фундамент, незыблемый, дают очень важные точки акупунктуры, где вы можете сами и быстро себе помочь в любой ситуации, при любом, там, давлении, недавлении и так далее. То есть это всё очень просто. Когда знаешь все эти вещи, то быстро всё понятно, что есть основа, и, как и во всём, да, есть всегда база, которая незыблемая. Дальше мы уже наращиваем. А, соответственно, если говорить про наши гвозди, вот, то это тоже, это очень хорошее очищение, друзья. Это, мало того, что это момент всегда здесь и сейчас, абсолютный момент, просто настоящий момент здесь неизбежен на гвоздях, а вот когда вы простоите хотя бы минуту, две и три, вот там вы уже увидите, что всё настолько, как бы, знаете, как сказать, идуально, и что ничто не имеет значения, имеет значение только вы, ваше состояние, всё остальное, вот, мишура, вот сейчас я в Москве отдыхаю, знаете, схожу, смотрю, во все эти интересные, вот тут мы ходим и в центре, в различные молы и так далее, насколько это для меня уже, ну, просто есть и есть, понимаете, а вот, ну, нету такого вау, у меня здесь вот оба сына, и они, конечно же, восторгаются, вау, вау, там одно, другое, я сейчас думаю, ну, наверное, всё-таки это не возраст, это всё-таки состояние моё, когда мне это теперь уже, ну, само собой разумеющееся и вообще не имеет значения, имеет значение окружение, с которым я, моё состояние, ощущение, и моя группа, с кем я общаюсь, именно интерес мой, в данный момент, вот, я вот спешила к вам, у нас тут такси вообще в Москве очень интересная история всегда, они вообще просто не приезжают, ставят, что заказ сделан, и всё, и потом я через несколько, только там через 30 минут, через час могу написать в службу поддержки и сказать, что вообще-то мы никуда не ездили, почему сняли деньги с карты, и вот этот третий день, у меня третий день, вот эта история, просто вообще, сейчас также такая же была история, мы перезаказывали, поэтому я немножко задержалась, вот, и я опять вернусь к тому детоксу, поэтому если из всего делать проблему и так далее, мы постоянно зашлаковываем себя эмоционально, друзья, понимаете, если всё превращать в приключение, если ситуация, которая бы как бы не выводила, понимаете, люди вообще попадаются такие, что если мерить их своими мерками, то вряд ли будет всё хорошо, но если он такой или она такая, ну что сделать, я могу только сделать свой выбор, а потом общаться или нет с такими людьми, либо продолжать там заказывать мне этот, извиняюсь, очень хороший Яндекс, который набирает людей, которые вообще плохо даже говорят по-русски, вот, поэтому сами понимаете, они телефоны не берут, потому что они ничего не понимают, они видят только карту, доехать из точки А в точку Б, не увидели человека к нему, никто не запрыгнул, либо он стоит вообще в другом месте, они просто ставят заказ выполнен и думают, что всё молодцы такие, вот, и поэтому так и в жизни, понимаете, либо пользуюсь, либо не пользуюсь, либо дружу, либо не дружу, вот, но доказывать кому-то вообще бесполезно, нужно просто, ну, как бы делать своё состояние, и может быть какой-то форс-мажор, либо брать дополнительное время, если, например, позволительно, либо уже, ну, так случилось, спасибо, что, Светочка, ты меня поняла, что я написала тебе, что ой-ой-ой, я опаздываю, ну вот, благодарю им за комплименты, кто-то нам написал, да-да-да, вот, ну, я думаю, что я ответила относительно детокса, и относительно ожиданий, которые Светочка вот озвучила, что мы всегда что-то ожидаем, так вот, это тоже про ожидания, ожидания, ещё раз повторю, из положения моего курса, которому я обучена, ожидания уменьшают, жизнь и радость, друзья, поэтому, как только я, вот я тоже напряглась тут по одной теме, Светуля знает, я до сих пор не могу получить этот подарок, я его так ожидала, ребята, ещё на католическое Рождество, что мы ходим, Свет, мы ходим по центру, ну, я скажу, ребят, озвучу, я ожидала iPhone 13, Max Pro, мы договорились, купить вместе со Светулей, да, и вы знаете, сейчас в Москве его нигде нет в наличии, есть человек, который готов мне его подарить, есть человек, который готов всё это сделать, нету наличии, понимаете, сказали, две недели минимум ждать, представляете, сегодня только я добилась, какой сайт, и вот через этот сайт будем заказывать, чтобы взять его в Краснодаре, вот такие вот интересные вещи, потому что я очень сильно хотела, я себе сегодня опять улыбаюсь сама себе и говорю, вот это не надо сильно хотеть, замечтал, похотел, представил, что держишь, я его уже, конечно, вот эти все, как они называются, ну, лежина держалась во всех этих магазинах, вот, и всё, пока вот так вот, значит, где-то я слишком прокручиваю в эту сторону, что я зацепилась за это, вот, ну, я наблюдаю за этим, и это ещё одна из, видимо, практик, которые я потом могу рассказать другим, как мне нужно делать. Спасибо. Да, это абсолютно так. Ребятки, задавайте вопросы, мы сегодня вышли в короткий эфир, чтобы, потому что очень много было вопросов, чем отличается, что это такое, что там будет, поэтому вот, вот вышли вот так вот, и ещё раз вам напомню, если у вас есть какие-то вопросы, если есть какая-то тема, которую бы вы хотели открыть с моего видения, либо с видения Рима, мы можем, мы можем ещё сделать эфир, вот, это же не вопрос, самое главное, чтобы вы дали свою обратную связь, дали то, что вы хотите послушать от меня, либо от Рима, либо от нас вместе, и мы с удовольствием вам расскажем, потому что, ну, я уже не раз говорила, что мне, конечно, очень приятно, если это вот, можно объяснить таким словом, мне очень приятно, что вы с нами, мне очень приятно, что вы задаёте вопросы, когда вы задаёте вопросы, я понимаю, что вам важно наше видение, как мы видим эту ситуацию, как я вижу эту ситуацию, и это, конечно же, очень приятно, поэтому мы с огромным удовольствием выходим с вами в эфир, и даже когда очень торопимся, не приезжает такси, и отменяет. Мы всё равно мчимся, потому что уже договорились с вами, и это какое-то прямо-то событие. Это же не просто так, что мы сидим, а мы там, ай, ладно, там, в домашнем халате сейчас выйду. Мы, конечно, в домашнем выходим, но, тем не менее, это всё равно такое приятное событие, когда на эфире очень... Ты очень раскрываешься, сам раскрываешься, ты очень открываешься, ты очень с удовольствием даешь ту энергию, которая в тебе накопилась за это некоторое время. Когда ты не проводишь там консультации, не выходишь в какие-то эфиры. Поэтому это очень важно с вами делиться, нам это очень важно. И если вам это тоже так же важно и приятно, то мы это делаем с огромным удовольствием. Поэтому, конечно же, ждём от вас вопросов, и очень бы хотелось с вами вживую максимально много времени проводить. Но так сложились обстоятельства в нашей... Да, Римочка, очень красиво. Так сложились обстоятельства в том мире, в котором мы живём, что мы, к сожалению, не можем вас пригласить на... в отель, чтобы все мы друг с другом поделились опытом, потому что в этом отеле с нас спрашивают денежные средства. Те, кто этот отель содержит, с них спрашивают эти денежные средства. И вот этот комок, он крутится. Это не потому, что вот мы вот такие вот их хотим себе обязательно собрать. Мы хотим с вами увидеться. увидеться. Но чтобы с вами увидеться, мы рассчитываем тот минимум, за который мы сможем с вами увидеть, за который мы сможем доехать, за который мы сможем вас где-то накормить. На одном детокс-марафоне это обязательно еда входит. Это мы можем кого-то пригласить, это мы можем как-то оплатить. И это всё вот это вот скопом, это и скапливается. Но если кто-то не может, мы с удовольствием общаемся вот так вот с вами. А если кто-то может, ребят, приезжайте. Мы с огромным удовольствием передадим свои знания, свой опыт вам, и вы его интерпретируете именно под свой жизненный путь, и я думаю, что обязательно он вам хоть как-то допоможет, а возможно сыграет огромную жизненную важную роль в вашем жизненном пути, и это будет здорово. Да, вы знаете, я вот тут в отеле нахожусь, я сейчас это говорю, это я посчитала, 100 долларов в сутки, и это самое такое, скажем, ну, такой, не совсем, может, скажем, люкс и так далее, но прекрасная, прекрасная комната, крон плаза, и да, действительно, здесь никто не спрашивает, здесь просто там, не знаю, что-то там, чашечку супа в этом китайском ресторане съесть тоже не меньше, чем, извините, меня там, ну, полторы-две тысячи, и все как-то нормально, люди понимают, что они в этом месте, где нет шума, я, видите, могу эфир вести, хотя полный, полный все 12 этажей, трон плаза, все-все заполнены, вообще все заполнено, но здесь нет такого, чтобы, ну, не знаю, здесь человек понимает, что здесь этот стайл особенный, и здесь все так сделано, что каждый свою зону находит и сидит там, где комфортно, никто никому не мешает, понимаете, я тут уже с ногами на диван залезла, чтобы как-то вам тут это хороший вид сделать, вот, и везде, везде, где мы находимся, мы платим, и никто действительно не считает, когда приходит ресторан, сколько получит шеф-повар, сколько получат официанты, я смотрю, что я получу, я смотрю, что я хочу скушать, да, вкусненького, вот, и так далее, так и здесь, во всех услугах есть две стороны, что я получу, да, и за что я получу, вот так вот, поэтому имейте в виду, что все так работает. Да, мы с вами обязательно и на детокс-марафоне, и на ретрите, конечно же, на ретрите, само собой, и на детокс-марафоне мы, конечно же, с вами и проговорим, что такое желание, как их составлять, и что значит, когда мы формируем свою цель, свою мечту, чтобы она сбылась, что нам нужно сделать, чтобы ее сформировать, вернуться до мысли. Конечно, уже у нас уже будет, будут и такие практики, и я уже выкладывала отзывы у себя в инстаграме, когда ребята писали, вот, по этим практикам, по марафону желаний, что у них оно уже даже на марафоне начинало сбываться. Да, вот это путешествие в точку ноль, которое ты говоришь, Святой, а вот там уже вопросы, ага. Путешествие в точку ноль, оно особенное на самом деле, можно его так назвать даже, когда будет, как раз тогда в точку рождения, все мы приходим, и что будет потом, и как вы будете наполняться, наполнять себя, это очень интересно, но и состояние домыслия, где я уже не первый раз прорисовываю, и каждый раз у меня какие-то особые идут инсайты, вот, поэтому думаю, что каждый из вас, пройдя вот эту практику, получит свое, и каждый раз по-разному, вот что я хочу сказать. Угу, там есть вопросы, вижу. Да, Игорь Чикин задал, как почистить психику. Ну, Игорь, мы тут, наверное, много все постоянно говорим, и в двух словах это, ну, не скажешь, как почистить психику, но, наверное, если в одном предложении, то нужно начинать смотреть на самого себя. Вот это вот самое первое начало, с которого нужно начать. Очень чётко, очень честно перед самим собой, потому что, когда мы начинаем это осознавать, мы очень часто сталкиваемся с тем пониманием, что мы даже самим себе никогда не признаёмся. Мы перед самими собой начинаем оправдываться, начинаем придумывать какие-то небылицы, начинаем придумывать то, что да, это нормально, да, это нам так кажется, да, это здорово, да, поживём, увидим, ещё что-то. И когда мы живём не в согласии с собой, мы постоянно думаем, ну, почему вот так? Вот я вот такой вот хороший, вот я вот вроде всё сделаю, делаю так хорошо, и для себя хорошо вроде бы, и для других хорошо, и стараюсь думать позитивно, и никогда не делаю никому ничего плохого. Почему же у меня вот такое вот смятение в душе? А это смятение только лишь потому, что мы не признаёмся себе в том, что есть на самом деле. И вот эта вот честность перед самим собой — это один из самых важных критериев. И когда мы начинаем по-честному смотреть на себя, то очень многие вещи у нас открываются. Не всегда тем ракурсом, который бы мы хотели видеть, но они у нас всё равно открываются. Либо во время, либо уже после, когда мы это всё пережили, и когда мы чётко осознаём, что ну да, ну я же это понимала, ну мне вот это вот нужно было прожить. Да не нужно было прожить. Можно было просто сразу же честно это сказать себе и отпустить. Но пока у нас не всегда так получается. Мне кажется, семья увидела, Светочка. Благодарю тебя. Сейчас у меня инсайд как раз стукнул, пришёл или как постучался ко мне. Супер. Я прям всегда... Это для меня было сказано, друзья. Я не знаю, может быть, кто-то ещё словил такой резонанс. Но это сейчас было для меня. Очень хорошо. Что-то у меня тоже... Что-то тоже хотела сказать и унесло меня. Хорошо. Ну что ж. А, я, наверное, подумала о том, что я могу, если есть такой интерес, желание, кое-что рассказать про дыхание. Если будет запрос такой, друзья, необходимость, насколько дыхание помогает нам. Именно как раз таки и психике тоже. То есть, ну, что такое психика? Это всё наше психоэмоциональное вот это состояние, да. Поэтому дыхание очень хорошо помогает. И несколько практик буквально дыхательных. Коротко такое, скажем, показать. Приёмчик 15-20 минут с разговорами. Я могу. Ну, когда будет в таком формате практика. Ой, да, ребят, мы обязательно сделаем практику. Можно по дыханию. Вот как раз Рима, когда приедет уже домой, прилетит домой, всё, всё, все дела свои сделает. И в клубе сделаем практику по дыханию с Римой. Позовём её, попросим. Так, и тут ещё вопрос. Я расскажу, как работает наш клуб, и чтобы мы могли им рулить. Вот так, вот именно с дыханием. Спасибо. От Фреддика. Какая цена вашего курса? Благодарю заранее. Наша цена курса, если мы сейчас говорим про детокс, то у нас до 10-го числа включительно, то есть ещё... Января. Да, завтрашний день, завтрашний 10-й будет. То у нас 27 тысяч рублей. А после 10-го, начиная с 11-го, 34 тысячи рублей. Это за 5 дней, 6 ночей. Это полностью всё включаем. С питанием, с проживанием, да, с практиками. Девочки, привет. Я сильно заболела. Тест не показывает ковид, а врач сказал, что это оно. А мне всё равно. Правильно. Всё правильно, что всё равно. Молодец. Да. Показатели, которые показывают это, не значит, что ваше личное такое же мнение, да, и состояние. Сильно заболело, но мы же понимаем, что ты сильно заболела, это ты же не за раз заболела. Это ты к этому шла, твое непринятие внутреннего и внешнего мира никак не совпадало с тем, что ты хотела увидеть, с той картинкой, которую ты себе придумала, и то, что есть на самом деле. И вот это вот разногласие, оно рано или поздно выстёгивает нас в любой болезни, в большей или меньшей степени. Это очень хорошо, что ты отделалась с лёгким испугом. То есть ковид, я считаю, это просто лёгкий испуг, это обычный грипп, который воспринимают по-разному, то есть к нему уже приписывают различные уже свойства. Кто-то говорит, я после ковида переродилась, это люди нового поколения, это там ещё что-то, ещё что-то, то есть много-много всего приписывают к этому ковиду. Ребят, ковид – это ваше перепрограммирование перед самим собой, как и любая другая болезнь, в большей либо в меньшей степени. Вот и всё. Откуда берётся гнев? Гнев берётся от несогласия с самим собой. Гнев – это всегда, в любом случае, что бы вы ни говорили, просто я сейчас могу только в двух словах, потому что мы уже почти час говорим, оказывается. Гнев – это злость на себя по каким-либо причинам. Что-то вы хотели сделать и не сделали, что-то вы видели, что вы делаете неправильно, но себя оправдывали какими-то социальными нормами, что нет, так оно должно быть, по каким-либо причинам. И когда вот это не получается, и когда у вас приходит мимолётное сознание, мимолётное, тогда у вас наступает гнев. Если бы у вас было осознание как минимум 90%, то вы бы поняли, что к чему, из-за чего, и вы бы пересмотрели эту ситуацию. Когда она проходит молниеносно, то у вас наступает чувство гнева. Чувство гнева всегда только к самому себе. Никогда, ни к кому другому человеку. Вы можете просто отзеркалить другого человека и подумать, что вы на него злитесь, либо там на какую-то ситуацию, либо ещё на что-то. Но это то же самое, что всегда вспоминайте. Когда вы начинаете злиться, что вы вспоминаете? Вспоминайте, как маленький ребёнок, когда он ударяется, не знаю, там идёт и ударяется о стол. Что начинают говорить родители? Ах, этот стол нехороший ударил нашего или нашу, кого-то там, Машеньку или Ванечку. Ай, он нехороший какой-то. Это ваша жизнь. Когда вас бьёт эта ситуация, вы говорите, ах, какая это или кто-то нехороший. Это всегда вы. Всегда ребёнок пошёл к этому столу, стол стоял на месте. Поэтому об этом нужно будет задуматься. Да, очень верно. Всегда мы ищем, кто-то во внешнем мире виноват. И виноват он всегда или оно. И мы себе всегда найдём оправдание, даже если рядом был человек, живое существо, скажем, человек. Оно, если нас обвиняют, мы всегда найдём возможность защититься, оправдать себя. Это тоже очень важно. Спасибо, Сочи. Да, и тут ещё. Когда лучше заходить на автономию? В какой день по лунному календарю? Ребят, никогда не знала лунного календаря. Не знаю. И даже нет времени, чтобы на него заглянуть. Это всё от ума уже. Опять-таки, это всё какие-то причины для того, чтобы якобы, да. Вот, если ты там с левой стороны возьмёшь ложку или ещё что-то там, то будет правильнее. Это всё уже отработано. То есть мы уже живём... Вот так сказать. Кстати, помнишь, ты сказала мне как-то про звёзды и так далее? Когда в автономии уже не мы под звёзды подстраиваемся, а звёзды под нас. Вот так, кто-то мне ответил, а мне это понравилось очень. Вообще, ребят, правда, сколько условностей, сколько мы делаем, столько, я не знаю, себе лишнего, лишнего делаем в жизни, чтобы объяснить или себя уговорить зачем-то. Да, абсолютно не нужно. Полностью согласна. Да, ребятки, я буду заканчивать. Спасибо вам огромное. Буду завершать эфир, чтобы его сохранить. Потому что у меня показывает уже, что мне осталось 5 минут, мне уже Инстаграм показывает за сохранение эфира. А если он показывает, то немножечко уменьшает всегда. Вот, поэтому огромное спасибо, что вы были с нами. Кто не посмотрел, смотрите, смотрите здесь, Рима в автоном, мы все, ребята, автономы, хотим мы этого или нет. Просто в той, либо в иной степени. Автономное сознание – это не жизнь без еды и без воды. Автономное сознание – это про другое. И мы очень хорошо об этом рассказываем, либо на онлайн-марафонах у меня, либо вот сейчас на детоксе мы ребятам это расскажем, но и на ретрите мы, конечно, это покажем. Вот, поэтому присоединяйтесь, очень хочется вас видеть, очень хочется вас обнять вживую. Ну всё, я тут шоу показала, всё, выключаюсь. Да, ребят, я тоже подтверждаю, я работаю над тем, чтобы моё сознание было более автономным, чем минуту назад, чем вчера и так далее. На самом деле, действительно, автономия – это не про еду. Всё, спасибо огромное, ребят. Пишите вопросы под видео, я их обязательно все читаю, мы сделаем ещё эфир. Всё, всех обнимаю крепко-крепко. Всем пока. Пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...